Здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Недавно был форум «Деловая Россия», и в последнее время разные чиновники высказываются как-то не совсем однозначно, и на этот раз отличился наш лидер Владимир Владимирович Путин. Давайте послушаем, что он сказал. К сожалению, для тех компаний, которые вы говорите, иногда они принимают подлое решение, продукцию пустить под нож, а не отдать тем, кому нужно. Потому что получается на 20% дороже передать, чем уничтожить. Вот это, конечно, я могу сказать, сравнивать. Мы же сами занимаемся экономикой, иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит, потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее. Звучит, может быть, знаете, так не очень комфортно и благообразно, но с точки зрения экономики в целом, а значит, создание факторов развития и так далее, и в конечном итоге для людей. Ну, не всегда вот так следовательно поступать, как вы говорите. Вот мы в свое время ограничивали, начали ограничивать доступ к гуманитарной помощи из-за границы. Ну, что, казалось бы, что плохого-то? Присылают молоко, присылают. А, видите, с молочниками поговорить, они скажут, «Да вы что, с ума сошли, что ли? Мы тогда предприятия даже будем закрыть, и люди сократим, и зарплату перестать платить». Тщательнее нужно. Правильно. И меня немного взбесило это высказывание о том, что вот руководство только и печется о том, чтобы руководство страны о том, чтобы людям жилось хорошо, и поэтому мы уничтожаем, оказывается, санкционные продукты, чтобы сохранить рабочие места, чтобы было хорошо. И, ну, давайте немножечко пофантазируем, может быть, что еще посоветовать нашему руководству сделать. Например, значит, отменить бесплатную медицину. Тогда люди вымрут старые, и тем, кто выживет, вдруг, если кто-то выживет, можно повысить пенсию. Очень хороший метод, например. Да, или взвинтить цены вверх, то же самое. Значит, людям не на что будет кушать, ну и, соответственно, и не надо. Вот, зато все будет хорошо. Для того, чтобы сохранить рабочие места, например, можно отказаться запретить использование, как в Индии в свое время запрещали использование кранов, подъемной техники, потому что там были, люди, которые, так сказать, с удовольствием носили вот эти камни наверх, там, так сказать, при строительстве этажей. Если туда поставить кран, то что будут делать вот эти люди? Например, да? Ну, огромное количество людей. То есть мы же заботимся о том, чтобы нам сохранить рабочие места, людям. Вот, ну, зачем нам покупать, скажем, трактора для того, чтобы поля скапывать, когда можно, значит, произвести огромное количество, там, 100 тысяч миллионов лопат и послать людей лопатами копать? Почему бы нет? Тоже хорошая идея. Все будут обеспечены работой. Вот, и, так сказать, вот оно на поверхности просто лежит. Напишите, пожалуйста, что вы думаете, какие еще идеи подсказать правительству для того, чтобы улучшить жизнь людей? Я просто не знаю, вот, ну, меня это немножечко вот так, немножечко зацепило, честно говоря, да? Вот, и это было на форуме «Деловая Россия». Это форум, ну, предпринимателей. Я предприниматель с 25-летним стажем. И там Путин спрашивал, ну, а что бы вам еще сделать такое, чтобы вам жилось еще лучше? Так вот, по своему опыту, 25 лет, я с начала 90-х занимаюсь предпринимательством. За что сказать спасибо нашему родному государству? За что сказать спасибо нашему руководству? Что такое государство для меня? Ну, государство – это прежде всего, это органы государственной власти, это, извините, значит, полиция, это прокуратура, это налоговая служба, это санэпидстанция, это господнадзор, понимаете, это тоже, это же, это службы, которые призваны для того, чтобы защищать интересы граждан страны. И они любят, конечно, граждан, и любят, естественно, предпринимателей. Сейчас я расскажу немного, как вот за 25 лет, кто и сколько меня любил из этих служб. Ну, началось, значит, налоговая. Налоговая любила меня достаточно регулярно. Вот. Достаточно регулярно меня любил АБЭП. Вот. Но АБЭП там, ну, обычно там какие-то, ну, они искали всякую ливизну, ливизны у меня не было с АБЭПом, там вообще, так сказать, ну, просто приходили, смотрели и все. Вот. Что с налоговой? С налоговой тоже проблем не было, но, смотрите, у налоговой есть такой параметр, как эффективность налоговой проверки, если кто не знал. Что такое эффективность налоговой проверки? Не важно, платите вы налоги, не платите сколько, нисколько, хорошо вы платили, искать, что-то у вас все в черную идет. Это абсолютно не важно. Есть эффективность налоговой проверки. Была, по крайней мере. И что это значит? Это значит просто берут документы, смотрят, так реализация какая, сколько-то в год реализации, значит при такой реализации там как бы все посчитано, значит такой-то процент от налоговой проверки, процент от реализации штрафных санкций просто обязан найти налоговый инспектор. И если он не найдет, то значит он плохо работал. И вы знаете, налоговые инспекторы тоже люди, они мне прямо вот в открытую это говорили, говорят, ну ты знаешь, я же не могу не найти ничего, потому что вот так, потому что иначе, ну там премию не дадут и так далее, поэтому, то есть буквально в открытую иногда говорили, что слушай, я не хочу копаться, давай это самое, ты сам скажи мне, за что тебя штрафовать вот на такую сумму. Сумму говорят четко, вот, вот так было, вот, но потом это, это были не такие большие суммы, поэтому в общем-то сказать страшного ничего не было, вот, но когда я стал зарабатывать немного больше, то ко мне пришли уже люди посерьезнее. Это были маски-шоу, они были, значит, в балаклавах с автоматами, их было много, человек 20, там были обыски и, значит, во всех офисах у меня и с вывозом всех документов, всех компьютеров, опечатыванием и с обыском в домах во всех, значит, там, ну у меня, у главного бухгалтера. Вот, это все было по-серьезному, и я, они меня любили полгода, полгода усиленной в извращенной форме, то есть я полгода ходил туда, как на работу, допросы, и я наизусть знаю, то есть не понаслышке о том, что писать в протоколе, так сказать, там, с моих слов записано верно, мною прочитано, изменений дополнений нет, и, значит, подпись число. Это я наизусть знаю, потому что я это писал несчетное количество раз в течение полугода. Ну, что касается других органов, ну, значит, есть органы, которые помогают нам соблюдать правила дорожного движения. Это ежедневно просто они выскакивали из-за кустов и помогали мне соблюдать правила дорожного движения. Ну, даже если они не, так сказать, доходило до того, что просто останавливали там огнетушитель, аптечка, если даже есть у меня аптечка, то, значит, смотрят просроченные лекарства. Ну, некоторые прямо в открытую говорят, ну что, я тебе бесплатно, что ли, остановил, дай мне 500 рублей. Вот, это было давно, надо сказать, для справедливости, я не говорю про техосмотр и так далее, все это было. Вот, что сейчас? Ну, сейчас, за что может благодарить малый бизнес сейчас наше руководство? Но малого бизнеса уже не осталось, поэтому, ну что говорить, о мертвых либо хорошо, либо никак, наверное, в общем-то. Вот, сейчас, да, справедливости ради я хочу сказать, что иногда я обращался к государству за помощью. Да, иногда было такое дело. Когда меня кинули мои же, значит, ну там коллеги, вот, на 280 тысяч, они грубо очень меня кинули, они отказались потом от своих обязательств. Значит, выяснилось потом, что счет, который они мне выставили, который я оплатил на 280 тысяч, был на обналичивающую фирму, там, налицо был прямо вот состав преступления. Я пришел в УВД ЦАУ города Москвы, все выложил им, все рассказал. Говорю, вот, ребята, смотрите, полностью, я знаю, что они не хотят работать, я прекрасно знаю. Говорю, вот, ребята, я все сделал за вас, вот оно, вот документы, вот этот, этот, этот человек, вот тут. Они на меня посмотрели, говорят, слушай, у нас очень жестко, значит, завязано на сумму все, значит, мы рассматриваем дела только от 400 тысяч рублей. У тебя 280 тысяч, ну, при всем желании не дотягивает вот по документам, поэтому извини, иди к участковому. Ну, участковый, естественно, ничего не сделал. Вот, и еще я обращался к органам власти местным, местные депутаты. Понимаете, когда, ну, стало невмоготу совсем, у меня аренда, я не могу платить, я просто взвыл и пошел таки в мэрию. И пытался собрать подписи, значит, со всех коллег, ну, мало кто откликнулся, вот, я пошел в мэрию сам. И вы знаете, меня пригласили, да, туда, значит, там депутаты сидят, они меня выслушали внимательно, и надо отдать должное. Они помогли мне снизить аренду на 9 месяцев, значит, в полтора раза, ну, на 50% они помогли мне снизить аренду. Это была помощь. То есть я справедливости ради могу сказать, что, вот, да, есть. Вот, что по поводу налогов сейчас? Налоги сейчас, честно говоря, не очень большие. Душит аренда, душит, не знаю, что, в общем, но, что еще я хочу сказать. Кого власть реально поддерживает? Кого реально поддерживает власть, если уж на то пошло. То есть вот все время, пока я работал, власть говорила, что мы поддерживаем малый бизнес, мы поддерживаем, мы помогаем, помощь малому бизнесу и так далее. Со всех экранов. Так вот, друзья мои, значит, давайте к фактам. А факты такие. Давайте вспомним недавнее событие. Ночь длинных ковшей. Что это такое? Это когда мэр Москвы сказал, что все вот эти разрешения, которые вы получили на строительство, там, вот этих павильонов каких-то и так далее, это все фиговые бумажки. Идите и подотритесь ими. Вот. И я снесу все это к чертовой матери. И окружили все эти, значит, объекты. И просто однажды ночью, просто полностью, то есть с полностью оборудованием совсем, значит, снесли к чертовой матери вот это отношение к малому бизнесу. Бизнесу реальное абсолютно отношение, абсолютно реальной власти. И если уж вы говорите, что это фиговые бумажки, то, пожалуйста, накажите тех, кто выдал бумажки. Но, как говорится в мультике, ни один кролик при съемках этого не пострадал, понимаете? Ни один чиновник, который выдавал эти бумажки, не пострадал. Ни у кого из этих чиновников не было конфисковано имущество. А вот имущество предпринимателей было уничтожено бульдозерами. Так вот, я поверю, что государство заботится о малом бизнесе только после того, как государство начнет уничтожать имущество вот этих вот чиновников, которые выдают справки. После того, как государство начнет уничтожать имущество, конфисковывать имущество тех, кто вынуждает малый бизнес давать взятки. Тех, кто вынуждает малый бизнес как-то, значит, дошло до того, что вот эти вот все депутаты, сенаторы, так они берут откаты. Если раньше до Путина откаты были там 3-5 процентов, значит, там властям, то сейчас откаты 30-80 процентов. Ну, давайте вспомним вот этот вот мост знаменитый в Красноярске, что ли. 95 процентов средств исчезли непонятно куда. Космодром Восточный. Кто за это пострадал? Куда ушли деньги? Куда уходят деньги? Кого защищает наше руководство? Когда поймали с тремя миллионами долларов за возврат НДФЛ. Помните, чем завершилось дело? Крысы съели все документы. Понимаете? Крысы съели все документы. И ничего нельзя доказать, никого нельзя наказать, потому что нет документов. Нет фактической доказательной базы. То есть здесь она просто необходима, доказательная база. Это же не киоски сносить, когда там ничего не надо доказывать. Просто взяли и снесли. Так вот, проявите заботу, пожалуйста. Если нужна доказательная база вам, вы что, смеетесь над нами, что ли? За кого вы вообще принимаете нас? Потому что если я что-то скажу, то никакой доказательной базы не надо. У нас есть принцип. У нашей полиции какой? Был бы человек, а статья найдется. Так вот этот принцип работает. Кому? Кому угодно. Только не к власти. Поэтому, друзья мои, не надо уже, так сказать, меня бубнить о том, что вы помогаете бизнесу. Не надо проявлять вот эту заботу о малом бизнесе. Ну, факты. Дайте факты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы согласны со мной или нет вообще, так сказать, вот кто меня смотрит. Если согласны, ну, поделитесь этим видео, что ли, потому что, ну, я не знаю, накипело, что ли. Я не знаю, вот, ну, когда такое говорят, президент, просто не могу. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Спасибо. 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 Спасибо.